ТОЧКА НА КАРТЕ И вот мы в Старочеркасске и попадаем, наверное, на самую главную центральную площадь, это такой большой пешеходный проспект, здесь запрещено автомобильное движение, здесь все приготовлено к встрече туристов, вот здесь вы можете обратить внимание, есть надписи на английском языке, есть надписи, разумеется, и на русском языке, ну, собственно, это одно из главных направлений Старочеркасске, и мы отправляемся по нему. Вот сейчас перед нами известное место, которое знают все в Старочеркасске абсолютно, дом Жученковых. Дом известен тем, что его давным-давно покупал казак, зажиточный известный казак, и покупал он его у турка. Были времена, когда здесь жили турки, они отсюда немножко выбили казак какое-то время. Так вот, этот дом был куплен, и известно, что существует документ, составленный на двух языках, на русском и на турецком. Где этот документ, неизвестно, но пишут, что он действительно где-то есть. Гуляя по Старочеркасску, куда не посмотришь, взгляд всегда упрется в историю. А если вы спросите меня, кого можно встретить в Старочеркасске, я вам отвечу. Самых обыкновенных старочеркасцев, самых обыкновенных казаков, монахов, паломников и самых обыкновенных англичан. Мне, например, повстречался профессор из Лондона. Что вы знаете о Старочеркасске, почему вы сюда решили приехать? Я хотел увидеть, как люди жили раньше, до того, как перебрались большие города. Что вот первое в глаза кинулось, на что обратили внимание, что является таким самым ценным, историческим, что хочется потрогать? Больше всего хотелось бы посмотреть, как фермеры и простые люди устраивают свое хозяйство, какие возводят строения. То есть то, что здесь какие-то есть сувенирные лавки, то, что какую-то вынесли старину, это вас не очень интересует. А именно вот то, что находится за забором, что называется. Настоящая, реальная, бытовая жизнь современных сельских людей. Да, здесь люди правдоподобно изображают такую жизнь. Но это все равно музей. Конечно, интереснее, если бы это было возможно, увидеть настоящую жизнь. Ну и я задам, наверное, последний вопрос, вас отпущу. Это место является столицей казачества. Вот что бы вы рассказали своим землякам там в Лондоне, кто такие казаки, что это за люди? Я еще не встречал ни одного казака, поэтому ничего сказать не могу. Но эта тема мне интересна, и сейчас я читаю Тихий дон Шолохова. Больше всего меня интересует именно тот период истории, начало 20 века. То, как влияли перемены на людей того времени. Ну, на самом деле, немножко вот этого вот народного здесь на самом деле осталось. И если покопать, пообщаться, это найти можно. А мы здесь, собственно, с той же целью, чтобы найти вот этот вот колорит, который всем известен всему миру по Тихому дону, по Шолохову. Вот действительно, знаете, тут две небольшие сувенирные лавки, несколько человек, пару семей прошлись. Вот наша съемочная группа, профессор из Лондона ходит. В общем-то, это обычный будни Старочеркасска. Подходите, приобретайте донские сувениры. Обычно звучит здесь, в этом месте. Хотя сейчас улица абсолютно пустая. Воспользовался ситуацией, что хозяин Лоткайтова отошел. Позвольте мне вам показать, что здесь есть. Это главные донские атрибуты донского казачества. Не только донского. Это нагайка. Нагайка кубанская. А вот нагайка донская. Главное отличие в том, что здесь есть кольцо. И вот такая вторая. Вообще, это многоконфункциональная нагайка. Вот в таком положении. Нагайкой можно, во-первых, воспитывать дитятю. Можно что-то доказывать своей супруге. Можно отряхнуть пыль сапог. Можно убить муху. А вообще, вот такой шлепочек для того, чтобы немножко подбадривать коня. И во втором режиме, вот в таком уже, нагайка тоже служит для того, чтобы погонять коня. Но так уже посильнее. Чтобы он почувствовал, кто вообще здесь хозяин и кто рулит, собственно. Вот нам говорят, что надо обязательно посетить большую музейную комнату. И говорят, что мы там получим удовольствие. А мы как раз и приехали сюда, чтобы получать удовольствие. Поэтому добро пожаловать. Здесь мы получим удовольствие? Да, здесь, пожалуйста, заходите. А как вас зовут? Любовь Николаевна. Любовь Николаевна. Ну вот, нас пригласили к вам сюда. А что здесь за место? Это какой-то музей или это что-то такое домашнее? Вот, а я сам художник. Это у меня такая музейная комната. Вещи, которые вы здесь видите, как бы годами собирались. И я решила, ну как бы, оформить такой казачий быт. Вот этот ручничок, промочки по бокам, видите, это полностью домотканная ручная работа. Это такой вид творчества, это мережка. Ручками все сделано, это полностью ручная работа. Это ручная старинная работа? Старинная, старинная. Ну, кромочки, видите, по бокам, раньше таких станков не было. Так я ж не разбираюсь, я не привык на этикетки смотреть, а здесь такого нет. Это воспитывалка, да? Тихидон смотрели, как от сеня гладила белье. Это рубей. На валик наматывалось белье, так она била и катала. Это рубель, старинный утюг. Скажите, а вы вот случайно сами не пробовали таким образом? Вот не пробовала. Интересно. Да, некоторые, которые сюда заходят, один парень мне сказал, что моя бабушка до сих пор гладит таким утюгом. Рубель, как врубель. Да, как врубель. Так и мало не покажите. Ну, потому что, может, прорубленная. Может, прорубленная, и они же как рубили, вот так вот били и катали, понимаете? Да, не переживайте, я же вас вижу. Вот такая рубель приличная. Знаете, приятно ее в руках держать, это вещь, которая очень много-много лет. Видела не одну спину похотливую. Каталиевую. Спасибо вам. А вот... А это чесалочка. Ну, это чесалочка. Не для моей, конечно, прически. Овец, коз, когда стригли, садились, расчесывали шерсть, превращали в пух и садились, пряли. Тошно, надо же здесь все зубцы выпилить из единого массива дерева. Да, да, да. Тоже помучаться нужно было, и все ровненько, как будто на станке. Да, да, да. Ну, умели делать, ничего не скажешь. Так, хорошо, а что здесь? Это уже предметы быта. Вот эти изразцы, которые вы здесь видите, я выкапываю у себя на подворе все. Эти вот курительные трубочки, вот фрагменты одна целая. Муштучок вставлялся, табачок забивался. Они такие походные были. А причем, вот это уже я знаю, походная трубка. Ну, собственно, главное, вот эта люлечка. А вставляли просто из тростника из камышового трубку. Ее специально немножко высушивали. Вот, собственно, и трубка. Достал кисетик, туго набил, закурил и пришпорил, поехал дальше. Да, да, да. У меня здесь просто за этим домиком фундамент огромнейшего дома. А дом вот этот ваш? Домик это мой, да. Но он построен в 1953 году. А тот дом, который вот на подворе, я его разбавлял во время войны. И поэтому здесь вот из расселения я выкапываю. Потому что здесь жили богатые казаки по центру, генералы. Там они, естественно, печи у них были выложены из расселения. В земле очень много керамиды. Ну, прямо настоящий музей. А вот так вот все не пропадает, ничего? Ничего. Я здесь оставляю людей, мне здесь фотографируется все. Никогда никто ничего еще не забрал. Ну вот, конечно, все познается в сравнении. Буду говорить не очень громко, потому что здесь вот из правой и с левой стороны стоят лотки, где продают всякую китайскую дрянь. Вот всякие вот эти сувениры, которых полным-полно везде. Они все одинаковые. А вот даже если просто потрогать руками, надеюсь, что камера это тоже передаст. Вот это самая настоящая ручная работа. Это глина. Это самая настоящая душа. Вот просто даже если представить, что повесить такую красоту у себя дома, где-нибудь на кухне, мне кажется, будет согревать. Ну, это искусство, это душа, это человеческое. Ну и в Старочеркасске куда не повернешься, куда не посмотришь, везде есть на что посмотреть, о чем рассказать. Вот, допустим, здесь собор Донской иконы Божьей Матери, куда очень часто приезжают на богослужения и ростовчане, из многих других мест. Это особое место, потому что здесь ведут службу монахи. И здесь вот очень большой такой атаманское подворье, атаманский дворец. Есть на что посмотреть, что потрогать руками. В общем, я вас приглашаю. Идем. Ну, а вот и касса. Атаманский дворец 170. Традиции казачьей кухни 40. Становится историей война 30. В гостях у Донской казачки 60. Пожалуй, начнем с самого интересного. Атаманский дворец. Добрый день. Вы карточки принимаете? Сейчас транзакция пройдет. Спасибо. Вот эта вся обширная территория, это атаманское подворье. Это уникальное место на юге России. Единственное такое. Есть дворянские усадьбы, дворянские подворья. Здесь жил атаман Данила Ефремов. Он здесь поставил столовую. Он здесь построил церковь. Ну и, собственно, дом, где он жил сам со своей семьей. Первое, что нравится в музее, это то, что здесь прохладно. На улице плюс 40, это в тени. Здесь, потому что такие вот толстенные стены, здесь прохладно. Но, конечно, самое главное, это экспонаты и есть уникальные. Вот что бы вы думали, что это такое? Это стрелка от весов, это стрелка от базарных весов, которую сделали в Турции. А сюда ее привезли казаки после того, как, ну, зашли немножко в турецкую эту крепость, тогда еще турецкую вазок, и оттуда их прогнали. В качестве трофея на память взяли вот такую стрелу. И, если вы еще не догадались, что это такое, это всего лишь петля от ворот. Поднимать ее даже в пятером нет никакого смысла, потому что она неподъемная. Не так давно вышел фильм про Тараса Бульбу, и лично я впервые там увидел вот такие страшные, наводящие ужас войска польских рыцарей вот с такими скрыльями. Вот здесь уникальный экспонат, в этом музее латы польских рыцарей. Это 17 век, и вот такой кожаный щит. Это настоящие подлинные вещи. 17 век не везде встретишь, поэтому такая вот ценность, которым гордится музей. Это реальные настоящие ключи от ворот Черкасска, которые, конечно, принадлежали атаману, главному человеку в городе. Ну, а ключи хранил у себя ключник, собственно, и он закрывал на ночь, и открывал с утра. Иногда, когда не смазывали долго замок, ну, вот так, а сильный был ключник, иногда даже вот было такое, что ключ сгибался, но тем не менее сохранился. А вот тот ключ, который находится внизу, эта система с замком работает и по сей день. От кого, правда, прячется, непонятно, но, тем не менее, работает, можно даже проверить. В лучшие времена в Черкасске жило 15 тысяч человек. Один из самых известных – Стенька Разин. Это известный бунтарь, для которого и в этом музее нашелся уголок. Здесь есть изображение, вроде бы так Стенька Разин выглядел на самом деле. И вот здесь, в этом же уголке, вот такой интересный штемпель. Это какие-то татуировочные штемпели. Этот штемпель брали, это, наверное, очень неприятная процедура. Вот так вот били в лоб и втирали угольную пыль. Естественно, эта картинка некрасиво оставалась на всю жизнь. И было видно, что это за человек. Он был лишен прав на всю жизнь. Было видно издалека, кто перед ними. Казаки, некрасовцы, стойкости и дух, у которых можно только позавидовать, и поучиться. Казаки всегда были притесняемы царями, всегда были притесняемы властью. В какой-то момент некрасовцы – это тысяча человек. Они жили в верховьях Дона, снялись со своих насиженных мест и ушли жить в Турцию. Там они жили 250 лет и сохранили свои обычаи, наряд, язык, культуру и кровь. Происходили свадьбы, происходили браки, но только среди своих. И спустя 250 лет, когда здесь уже на Руси немножко потеплело, они вернулись. И вернули с собой те традиции, которые уносили их предки 250 лет назад. А вот это, собственно, сувенирная лавка. То, что происходит сейчас на улице, вот точно такая же лавка 200-300 лет назад выглядела таким образом. Здесь сукно, нитки, пуговицы. В основном все это приходило с Востока, с Турции. Есть рекламные плакатики даже. Туалетная вода, конфетки, фотографии, столовое серебро, фарфор. А здесь, возможно, кто-то удивится, но уже тогда Китай проник сюда. И в этих местах китайские товары были. Но принадлежали они только исключительно знати. Это китайский фарфор, который был очень дорог, он был очень красив. Конечно, позволить такое себе не то, что сейчас мог далеко не каждый. Замуровали демоны. Что, снимал, что ли? А здесь, собственно, традиционный курень. Курень от тюркского наречия означает «круг». Почему курень? Казачьи избы, казачьи дома строились таким образом. Печь и труба устанавливались по центру, а все четыре стены не были глухими. В каждой стене было окно, поскольку казаки – это воинствующий народ, для того, чтобы можно было вести наблюдение, ну и в случае чего – оборону. Вообще нельзя не восхищаться тогдашними женщинами. Во-первых, ну представьте, носить такое, ну понятно, что была мода. А во-вторых, вот это вот восточный казан, который был привезен в качестве трофея, какой-то казак подарил своей жене. Вот представьте, таких два коромысла и «пойди, дорогая, сходи на реку, принеси воды». Я вот представляю, если бы я своей жене такое сказал, она-то и молока с сахаром особо не может купить, меня все время посылает. Так что просто аплодисменты. Огонь и вода – две стихии в жизни Черкасска. Две стихии, которые повлияли на статус этого города. Вы видите, это остров, с той стороны Дон, здесь разные протоки. Когда случались пожары, из-за плотной островной застройки выгорал практически весь город. Конечно же, это было неудобно, это была трагедия. Во время разливов и наводнений островной город отрезал от большой земли. И, конечно же, тяжело было здесь держать столицу. И в 1805 году атаман Платов переносит столицу из Черкасска в Новочеркасск. А уже в станице Старочеркасской остается тот дух и та история, за которой сюда приезжают вновь и вновь. Вот казалось бы, что там того Старочеркасска? Одна пешеходная улица, вроде бы не такое большое расстояние. Однако, чтобы все это пройти, наверное, и дня не хватит. Пока туда заглянул, сюда посмотрел. Действительно, уже начал уставать. Много видал я разных свадеб, но такую свадьбу, как была здесь, наверное, не видел никто. Возможно, вы знаете, слышали такую поговорку, наготовили как на Маланину свадьбу. Так вот, истоки этой поговорки здесь, на этой площади, или, как говорили в те времена, на Майдане. Невестка Данила Ефремова, атамана Всевеликого войска Донского, здесь играла свадьбу. Наготовили столько, что все Черкассцы и все Великое войско Донского больше недели здесь выпивали, закусывали. В общем, грандиознейшее событие, грандиознейшая свадьба. Все это было здесь, если верить, опять-таки, словам местных жителей. И если вы когда-то вспомните эту фразу, или действительно, наготовите много-много, как на Маланину свадьбу, помните, что корни здесь, в Черкасске, в Старочеркасске. Те самые ворота, петлю от которых мы видели в музее. А вот и табличка «Трофей Азовского осадного сидения 1637-1641 годы». Эти ворота уникальны не только тем, что их сделали турки, и то, что они были в Азовской крепости, и то, что их в качестве трофея привезли казаки сюда, а в том, что эти ворота четырежды трогал своей рукой сам царь Петр Первый. Много известных людей. Недавно Василий Лановой, очень много людей, которые бывают здесь, в Старочеркасске, подходят именно к этим вратам, которые здесь также местные жители называют воротами или машиной времени, для того, чтобы прикоснуться к этой истории. Ну и, собственно, точка на карте здесь сегодня для того, чтобы тоже прикоснуться к этой исторической частице. И Рубен Данов здесь тоже был. Ну, мед, пиво не пил, но, во всяком случае, в том месте, где стоял Петр Первый, Василий Лановой, тоже был. В старину считалось, что кто владеет ключами от ворот, тот владеет, собственно, крепостью. Казаки пошли дальше. Они решили, что за что нам ключи? Взяли и притаранили сюда целые ворота. Ну, не знаю, байка или нет, но так говорят. Интересная деталь. Воскресенский войсковой казачий храм – это первый каменный храм на юге страны. Этим храмом царь Петр Первый хотел показать туркам, и, в частности, вот этими золотыми крестами, хотел показать, что здесь он надолго, здесь он всерьез. И если присмотреться, мы можем увидеть, что кресты увенчаны коронами. Это означает, что частично храм был построен на казенные средства. Царь Петр Первый жаловал на строительство 100 рублев. Это очень серьезные деньги. Сейчас можно купить там два мороженая, эти деньги. А тогда это была очень серьезная сумма. И вот мы на ступенях войскового казачьего собора. Это, как говорят сами казаки, обетный храм. Это связано с тем событием, когда отсюда черкасские казаки отправились в Азов выбивать турок. И когда они были там, они дали обет Богу. Если благополучно все произойдет, и они вернутся домой на родину, они построят этот войсковой собор. Все так и произошло. Собор построили. Он, если вы сейчас видите, девятикупольный. Говорят, что это в честь девяти заповедей блаженства, которые дал Христос в Нагорной проповеди. Добро пожаловать! Здесь одновременно и действующий собор, и музей. И вот сразу при входе цепь Разина. Цепь, на которой в древнем соборе в 1671 году содержался стенка Разин. А это его кандалы для рук. Здесь можно не только побывать на экскурсии, но и помолиться, приложиться к святыням, поставить свечу и попросить за себя и своих близких. Собор украшает уникальный резной иконостас, изготовленный древними мастерами. А в пол вставлены памятные плиты, надписи на которых указывают на великих людей своего времени, которые здесь молились. Великие князья, наследники престола, государи, эх! Всем соборам собор! Ну и вот он, батюшка Дон. Вообще-то Старочеркасск, это, конечно, и история, это и казачество, но это еще и пляжи, и возможность искупаться. И, честно говоря, во время всего сегодняшнего путешествия вся съемочная группа мечтала о том, что наступит этот момент, когда мы сможем окунуть хотя бы свои ножки в воду Тихого Дона. Ну а сейчас уже время ставить точку в этой программе. Сюда я приехал на коне, на Винсенте, а обратно в Ростов мы поедем теплоходом. С вами был Рубен Данов. Счастливо, всего доброго, пока! Когда я вырасту, я стану актрисой. Программирование – это мое будущее. Вклад расти большой. Ваше будущее – наша работа. Банк Центр Инвест. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова